Рост благосостояния жителей – главная задача местной администрации. В Баксанском районе с ее решением справились. К таким выводам пришли в местной администрации, подводя итоги прошедшего года. Об этом свидетельствуют и выполненные прогнозные показатели по всем отраслям и особенно в сельскохозяйственном хозяйстве. Подробнее Инна Богатырева. Район преимущественно аграрный, поэтому особое внимание сельскохозяйственному сектору. Прогнозные показатели, отмечают в райадминистрации, здесь оправданы по всем направлениям. В натуральном выражении произведено 98 тысяч тонн зерна. Практически на четверть больше, чем в прошлом году. Также существенно выше произведено картофеля, овощей, плодов и ягод. Производство мяса увеличилось на 103%, молока на 110%, и производство яиц на 105%. В реальных цифрах это 3,5 миллиарда рублей валового производства сельхозпродукции. Выросло поголовье крупного рогатого скота. В районе в хозяйствах всех форм собственности содержится более 36 тысяч КРС. Львиная доля прироста благодаря госпрограммам. 47 грантов получили начинающие фермеры района. Субсидии выделены 23-м семейным животноводческим хозяйством. Еще одно успешно развивающееся направление – интенсивное садоводство. Уже заложено более 1000 гитаров интенсивных садов по европейской технологии и 105 гитаров питомников. Это снижает себестоимость саженцев, которые сейчас закладывают не только предприниматели района, но и в личных пособных хозяйствах жителей района. Для хранения урожая, а он превышает 10 тысяч тонн, в районе построен большой современный холодильник. На стадии завершения строительства еще двух, а также сортировочного цеха и завода по производству тепличных модулей. Но, пожалуй, самый крупный объект в районе – агротехнопарк. Здесь начинающие сельхозпроизводители будут на практике знакомиться с новейшими достижениями во всех отраслях сельского хозяйства. Однако главным своим успехом местные власти считают подвижки в социальной сфере. По госпрограмме «Соцразвитие села» улучшить свои жилищные условия смогли 16 семей. Капитально отремонтирована психурейская средняя школа. Только на это учебное заведение затрачено свыше 14 миллионов рублей. В соответствии со всеми правилами СанПИН его восстанавливали почти с нуля. Кроме того… Детки Новый год отмечали. У них елочка там была. Уже определен и первый объект этого года. Управление строительства и ЖКХ заменит 6,5 километров ветхого водопровода. Обойдется это районной казне в 5,5 миллионов рублей. Торги проведены, подрядчик определен. Инна Бокатырева, Анзорка Широков, Вести, Кабардино-Балкария. Продолжение следует...